Неловко выступать после такой богини диджитала, но я выступлю. Скажите, пожалуйста, во-первых, что такое слово «хайп»? Кто-нибудь озвучит мне понятие это? Шумиха в средствах массовой информации. Да, это такое… Узкопрофильное? Да, согласен. Да, вы все абсолютно правы, но в 2018 году само слово «хайп» это уже, если так в общем сказать, это стыдное слово, которое стоит употреблять как можно меньше в приличном обществе, скажем так. Собственно, посмотрите на… Обратите внимание на слайд, это прекрасный Стив Бушеми. И почему я его, собственно, сделал за главной картинкой? Все потому, что многие люди, особенно люди за 30 и за 40, которые сейчас пытаются хайпонуть, как они любят говорить, выглядят именно вот так. Выглядят как человек, который явно не разбирается в предмете, но всеми силами пытается показать, что он свой, что он кульный, улетный, и сейчас он пойдет и расколбасится, и устроит полный угар. Этого делать очень, прошу, пожалуйста, не стоит, потому что люди, точнее люди в интернете, а это большинство все-таки молодая публика, они не терпят двух вещей. Это неестественность, собственно, уважаемый, и какие-то наставления. Собственно, давайте к следующему слайду. Знаете такую даму? Да. А скажите, пожалуйста, кто это, и что она делает вот в этом прекрасном здании? Про прозрачность рассказывает в Думе депутатам. Пытается купить микрофон. Вы абсолютно правы. И знаете, Саша Спилберг, в принципе, говорила в целом очень правильные вещи. Она учила депутатов быть прозрачными с 13 лет, как все обсмеяли это все, и в целом не скрывать себя и вести публичную жизнь, хотя странно об этом говорить людям, народным избранникам. Тем не менее, она учила их достаточно правильным вещам. Но взрослые люди, в том числе и многие депутаты, восприняли ее как малолетнюю девочку, которая пытается их научить чему-то, поучать, а, соответственно, поучение, что я сказал, чего не терпят. А молодая публика, соответственно, а, ну давайте следующее, вот взрослые люди воспринимают ее вот так, никак иначе. Поэтому странно учиться у девушки, которая на досуге обозревает, распаковывает посылки из Алиэкспресса и, собственно, купается в чипсах. Пусть это рекламная акция, неважно. Тем не менее, взрослые ее восприняли так, а молодые, молодая публика ее вот, которые до 18 восприняли ее как человек, который ведет себя неестественно, находится в неестественных условиях, не в ванне с чипсами, а учит каких-то взрослых, серьезных, скучных дядек в пиджаках, учит их быть классными. Им это не надо, по мнению молодых пользователей. Поэтому она выбила два из двух. Она стала неестественной и поучала. Поэтому, пожалуйста, не будьте ни как Скиф Бушеми, ни как Саша Спилберг. При всем уважении к обоим. Вот. Но начну с хороших новостей. Спасибо. Начну с хороших новостей, а хорошая новость заключается в том, что вот хайпить вот так, как это делал прекрасный, уважаемый кандидат, участник праймерис 2016 года от прекрасной партии, уже большинство уже как бы так не делает. А это негативно, это тоже хайп, но он очень негативный. Кто-нибудь слышал эту историю? Для тех, кто не знает, я быстро в двух словах расскажу. Мужчина этот уважаемый выдвигался в депутаты. Во время одного из своих выходных дней, скажем так, ехал в нетрезвом состоянии за рулем, не поделил дорогу, достаточно широкую дорогу с мотоциклистом и решил его наказать. Наказать он решил его в стиле Мамаева и Кокорина. Вот. Как у Мамаева и Кокорина не вышло, вышло очень некрасиво, как видите на этом слайде. Вот. Он породил очень много мемов. А все почему? Потому что, как вы уже поняли, на шлеме у мотоциклиста была прекрасная GoPro-камера, которая все прекрасно зафиксировала. Но хайпанул, скажем так, он по-другому. Немножко по-другому. Я уж не знаю, чья это была инициатива, его ли, его ли пиарщика, но он взял и, соответственно, дал интервью федеральному каналу, в котором рассказал, что вот на него напали беспредельщики, избили, унизили и выложили в сеть. То есть, понятное дело, когда мотоциклист выложил полную версию, к нему вопросов уже не было, и это просто стало то, он превратился в то, что вы видели до этого. Поэтому хорошо сейчас это, хорошая новость в том, что это был 2016 год. К 2018 году взрослые люди уже поняли, что парой звоночков вопросик уже не обкашлять, уже не решить парой звоночков на федеральный канал и красивым материалом. Все публично, как сказал Саша Спилберг, и все прозрачно. Вот, этот, вы тоже знаете, кейс, вот попытка тоже выглядеть неестественно и залезть в мемы для Ирины Родниной закончилась таким вот, достаточно, скажем так, провалом, и попытка оправдать себя, она, во-первых, оказалась в неестественной среде, в которой она просто, ну, не, просто скажем так, не разбиралась в этих мемах и не понимала, что это в какой-то степени расизм. Вот, поэтому она выложила, потом пыталась оправдаться, что это все враги супостаты и американцы проклятые, но в итоге через полгода признала, что ее аккаунт «восхакт». Вот. Так вот, возвращаемся к теме неестественности. Все видят, да все читают. При всем уважении, 2017 год, да, подарил нам прекрасную тему, батл рэпа, антихайпа, всех этих прекрасных слав КПСС, Замаев, Оксимиронов. Тем не менее, пытаться ответить на наброс славы КПСС, который приехал в Челябинск и нелестно отозвался о городе, в стиле пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федичкина, который решил ответить ему рэпом, ну, сами понимаете, тоже неестественно. Понятное дело, что он срубил публикации, но выставил себя, опять же, нелепо. Вот, поэтому я не буду зачитывать этот хорошо, потому что мне немножко стыдно, вот, спасибо. Вот, тем не менее, например, вот уже озвученная прекрасная дама Тина Канделаки решила войти в эту реку, но, во-первых, она обратилась к консультантам замечательным, вот, а во-вторых, вела себя абсолютно естественно. Для начала она просто начала нахваливать действительно неплохие композиции прекрасных участников движения, движения, скажем так, анти-хайп. Она говорила, что слушает их на тренировке, запиливала сториз, где она действительно тренируется под эту, как бы, вела себя естественно. Она действительно фитнес-мадам, которая в целом всегда тренируется, всегда на фитнесе и всегда это пропагандирует. И, соответственно, это достаточно естественная история, тренироваться под какой-то модный трек и нахваливать его. После того, как ее восторги, скажем так, ее комплименты услышали товарищи из как раз-таки объединения анти-хайп, они записали прекрасный трек. Прекрасный он почему? Потому что, во-первых, он косвенно, он ее не нахваливает, он, так, скажем так, там содержится нецензурщина, вы послушаете, если захотите, послушайте трек «Канделаки», он в «Контакте» и в «Айтюнсе» находится очень быстро. Вот. Там была нецензурщина, там была такая ироническая подача, такой стеб над ней. И когда она об этом услышала, у нее было два варианта. А, первый вариант – это подать в суд на них. Скажите, пожалуйста, это насколько хороший вариант? А почему плохой? Вы абсолютно правы, потому что, во-первых, формат «У, ДО, ЛИ, извинись» работает далеко не у всех людей. Мы сами знаем этих людей, у которых он работает. И таких людей абсолютно немного, единицы практически. Вот. А второй вариант – это, вот, собственно, вы видите, после консультации она решила вот так вот ответить ребятам. после этого все участники у них были, как раз таки, они рассчитывали, не то, что рассчитывали, они ожидали, были готовы к тому, что как раз будет первый вариант. Она взяла и реализовала второй, вот этот план «Б», по поводу которого очень многие ее отговаривали, но тем не менее она это сделала. После этого ее начали записывать вот этот антихайп, ее начали звать на эти концерты. Более того, она взяла и пришла на их концерт. Пришла на их концерт, я говорю. Вот, соответственно, пришла, подружилась с ними. Ребята тут же уничтожили всех ее хейтеров, кто писали. Они так и начали писать, они нецензурно очень, очень грубо и злостно сказали всех, кто не любит Тиночку, мы сношали и относили. Она наша подруга, она с нами, и вот как бы кто хочет что-то ей написать, можете сказать плохое, можете писать это нам, мы вам ответим. Вот, поэтому это такой, и сами понимаете, этот кейс, он практически вот такой сделанный на коленках. Понятное дело, что потом пошла история с ее вызовом, когда ее вызвали, соответственно, на батл. Слышали ли эту историю? Понимаете, что в этом году это уже не актуально. А в прошлом году было это интересно. Почему? Потому что, во-первых, на этот кейс не потрачено ни копейки. То есть, ну, получается, что люди реагировали естественно, вот эти вот все вот эти персонажи, они отвечали ей естественно, они искренне абсолютно негодовали и ненавидели ее врагов, они восхваляли ее искренне абсолютно и дружили с ней искренне. Вот, до сих пор продолжают переписываться очень мило, по-доброму и зовут на очередные концерты. Поэтому она, во-первых, не использовала никаких словечек, которых не знает, даже антихайп, даже не пыталась выглядеть кульной и улетной, как это сейчас отвратительно звучит. Вот, она не пыталась сказать, ребят, я с вами. Она позиционировала себя как, да, действительно, да, мои дети ваши ровесники. Да, но мне нравится ваша музыка, что я могу с собой поделать? Это интересно, вы интересные ребята. Все, никаких поучений, во-первых. Вот, ребятки, я вам расскажу как надо. Никаких попыток понравиться, просто, соответственно, они сами на нее вышли, то есть она просто похвалила их трек. Она не рассчитывала, не звала их там ни на какие мероприятия. Они сами ее звали всегда, они сами ей восхищались. И получается то, что абсолютно бесплатно, ни копейки не потраченный кейс, который не стоил ни копейки, вышел ей в такие репутационные плюсы и количество публикаций, в которых уже не говорилось по поводу ее, например, там, ситуации с матч-ТВ и рейтингами, например, с ее медиа-скандалами и прочими. Все только и говорили, что она там оценила трек, она пошла на концерт, она будет батли и прочее. Это, понятное дело, такая красивая история, которая, а красивая тем, что не обязательно, естественно, и, соответственно, максимально бюджетная. Вот. Так, следующий. Но, опять же, возвращаясь к теме, если добивать тему рэпа, в 2018 году спасибо не надо, спасибо плавали знаем, спасибо больше не будем. Поэтому, когда прекрасный режиссер Валерия Гайгерманика снимает в 2018 году фильм о рэпе, о батл-рэпе, в котором полицейские гоняются за рэперами, чтобы сказать, ой, ребята, у вас такой классный альбом, в котором парни из провинции 5 минут смеются над словом штрудель, и в котором музыкальные сцены погони сопровождаются вышедшим из моды еще в 2012 году дабстепом. Вы понимаете, насколько это выбивание всех невыгодных целей? То есть она, к сожалению, провалилась по полной именно в этих вот мелочах. Она, во-первых, видимо, начала снимать давно и решила добить это, но так как тренды уже прошли... Или ее заставили? Возможно, возможно. Тем не менее, она промахнулась просто мимо всех целей и по времени, потому что мы сами знаем, что хайп это уже само слово немодное и отвратительное, не говоря уже о том, как, вот, например, не говоря о такой хайповой вещи, как рэп, батл-рэп и все, что с ним связано. Вот, поэтому старайтесь делать это все вовремя и максимально естественно, не подстраиваясь. Если вы видите, что вам это не нравится, не пытайтесь представить из себя какого-то эксперта в вопросе, лучше спросите у людей помоложе и без вот этих, соответственно, попыток подстроиться под их лексику, потому что лексика, как и тренды, она меняется каждый месяц. То, что сегодня, например, я вот буквально две недели назад послушал, слышали такого рэпера, как Gone Flat, нет? Да. И как вам? Швепс-швепс. Отлично. Так вот, весь альбом, весь альбом 90% слов, они непонятны человеку за 30, а то и за 40. Про суперчуец, про швепс и про прочее мы говорили, там столько эвфемизмов, столько специальных словечек, что и когда ты пытаешься разобрать этот текст, ты понимаешь, он такие вещи нехорошие имел в виду, что если бы я знал, я бы, то есть если бы я был бы чиновником, знал бы, я бы расстроился и 100% бы что-то как бы на него написал, как это сделали вчера на того же Славу КПСС и Замая, которых обвинили. Представьте себе в антисемитизме. Опять же, попытка хайпануть. Вот, поэтому не пытайтесь играть с лексикой, не пытайтесь играть в «Ребята, я свой, я старше вас, но я с вами». Вот, опять же, есть еще один пример прекрасный. Слышали такого? Уважаемый спикер, пошла последняя пятиминутка. Быстренько, быстренько, да. Кабанчиком. Кабанчиком. Смотрите, слышали о таком человеке, как Сергей Доренко? Что вы о нем скажете? Сумасшедший. Сумасшедший. Еще? Старая школа. Лужкова, помните, отлично. Так вот, в чем проблема? В том, что в 99-м году, да, это был человек, который первый показал интимное видео в прайм-тайм на первом канале. Потом его звезда закатывалась, закатывалась, о нем все больше слышали только, когда байкер-хирург побил его в Кремле, когда он в очередной раз сказал что-то нелепое. И по сути он был таким стареющим графом, который сидит в своем поместье, радио говорит Москва. Что-то там говорит, его вроде бы из уважения слушают, но никто не цитирует, никто не хочет с ним иметь дело, а приглашают опять же из уважения к былым заслугам. Так вот, в 2018 году, это свежий кейс, буквально полтора месяца назад он решает немножко изменить свою жизнь. Не буду говорить, это естественно, он не присутствовал в никаких топах, там, медиалогии и прочих цитируемых персон. Вот, тем не менее, полтора месяца назад он решает, во-первых, начать активно вести свой телеграм-канал и реагировать на тренды гораздо быстрее, чем он это делал на радио. И гораздо, ну, а на радио, сами понимаете, он говорит там рано утром, говорит час, четыре дня этот текст расшифровывают, и еще через два дня, соответственно, расшифровка его текста на никому не нужном сайте появляется. Все, до свидания. Вот, так вот, он начал вести свой телеграм-канал активно, не пытаясь, опять же, быть кульным и улетным, не пытаясь понравиться, не пытаясь кого-то впечатлить. Он просто начал своим же старым языком, вот этим вот таким вот, вот таким вот, полным таких вот всяких скабрезностей, полным всяких таких вот крепких словечек, начал вести и комментировать ситуацию в мире. Тех же Мамаева и Кокорина он обсудил уже, да. Вот, и за полтора месяца, во-первых, у него канал 600 человек вырос до 50 тысяч, и это не предел. А сам он всего за эти полтора месяца влетел в топ-5 на четвертом месте самых цитируемых персон по рейтингу медиалогии. То есть человек просто взялся и просто начал делать своевременно, как Кэти сказала, не согласовывая там с редакцией, а вот просто быстро начал мочить, как ему нравится. И даже не пытался поймать тренды, не пытался стать рэпером, не пытался стать зожником, не пытался снять свой сериал или видеоблогером. Поэтому у него получилось, это человек, который смог, человек уже далеко за 50, у которого получилось. Вот, давайте тогда я это все пропускаю, эти кейсы. И вот давайте обратно на последний кейс, точнее не кейс, а прекрасную мотивационную картинку. Я вам хочу посоветовать, не посоветовать, а пожелать. Во-первых, ловить эти все тренды без согласовывания, максимально оперативно и максимально естественно. Никогда не пытаться навязать что-то, не пытаться получать кого-то, и никогда не выглядеть таким неестественным, как этот прекрасный актер Стив Бушеми. Я вам этого желаю, всем спасибо за внимание, всего вам доброго.